Субтитры делал DimaTorzok 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 Утро у меня начинается со стакана воды Год тому назад я говорила с крепкого кофе, но уже приучила себя не пить столько кофе Обязательно плотный завтрак, потому что потом у меня нет возможности и бывает поесть Вот так И самое главное музыка Как давно вы состоите в клубе волонтеров и вообще как возникла мысль заниматься такой деятельностью? Как давно не могу сказать точную дату, потому что изначально я просто помогала, участвовала в различных акциях, а потом решила стать волонтером Именно наша организация Добро в Бахчисарае, она уже существует два года Вот, как решила собраться, мне это очень понравилось и в основном первое время я работала по Бахчисараю Я занималась различными акциями, а сама я, точнее, занималась в Симферополе, а сама я из Бахчисарая решила внедрить это туда Очень интересно И все-таки Добро в Бахчисарае, что это за организация? Расскажите подробнее Это волонтерская организация Мы помогаем деткам из Бахчисарайского интерната Многие, кстати, не знают, что у нас есть интернат, и он не простой, а специальный То есть там детки с ограниченными возможностями, детки-сироты Также у нас есть реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Ну и, конечно же, мы помогаем малоимущим семьям и ветеранам Сколько человек в организации в клубе? Ну, сколько человек точно я не могу сказать, потому что у нас очень много добровольцев Но помогает в основном мой молодой человек в первую очередь И мои друзья, конечно же, и моя семья вообще Они всегда за, участвуют самые первые в различных организациях Ну и, собственно говоря, они меня поддержали Была моя такая опора самая сильная А какие мероприятия планируются в ближайшее время? У нас стабильно проходит день именинника Вот в интернате в скором времени у нас будет день весеннего именинника Ну, как весна будет заканчиваться, и мы будем отмечать Всех весенних именинников поздравлять В реабилитационном центре у нас каждый месяц проводятся различные мероприятия Чтобы не забыть о детках Им обязательно нужно внимание Они так любят, даже когда без подарков их кто-то посещает Кто-то с ними играет, рисует, лепит Они очень любят такое внимание, любовь, заботу И наша постоянная акция Мы собираем вещи, раздаем Приезжаем в различные села По Бахчисарайскому району Собираемся там какой-то определенный день Приходят люди, и мы раздаем вещи Скажите, а насколько активна молодежь в таких мероприятиях? Я не скрою, в Бахчисарае такой активности нет Я вот заметила, мне помогают в основном люди старше Где-то 30-40 лет У нас есть паблик, такой называется Бахчисарай.нет И я заметила, что в основном там сидят люди такого возраста И когда я размещаю различные объявления Они видят и стараются как-то помогать Молодежь, конечно, задействована Но задействована с помощью моего инстаграма Потому что это тоже более молодежная социальная сеть Но хотелось бы, конечно, задействовать намного больше Но мне еще кажется, почему наша молодежь бахчисарайская не задействована Потому что наша организация Она еще не такая популярная, скажем, среди бахчисарайцев И еще есть такой момент Молодежь бахчисарая стремится в столицу Крыма Поэтому их там меньше И возможности, скорее всего, нет Успевать все это делать А вообще, значит, уже загорели молодежь Свою первую благотворительную акцию помните? Да, я тогда еще не была волонтером Как-то спонтанно летом Ну, то есть вы сами или вас привели? Вас пригласили? Нет, я сама, вот уж говорю Все мои гениальные мысли приходят ко мне ночью Я такой ночной активный человек И мне очень захотелось как-то помочь детям из онкологии Которая находится в Симферополе, на Титово И я узнала, что есть коробка храбрости, которую нужно пополнять То есть покупаешь различные игрушки Оставляешь в этой коробке храбрости И детки, когда проходят различные неприятные для них процедуры Они играются с этими игрушками и более-менее они как-то отвлекаются Это была моя первая акция Дальше я как-то вот помогала различным волонтерам И тоже другим волонтерским организациям А потом поняла, почему бы мне не создать как-то свою бахч-сарай А вот во время первой акции, вот что вы чувствовали? Ведь такого рода мероприятие, это такая ответственность Не было ли вам страшно в какой-то степени? Нет, честно говоря, в первое время, когда я задумалась этим помочь Мне не было страшно Мне очень повезло, что откликнулось много людей Потому что я собрала, наверное, 10 пакетов Знаете, такие БМВ, которые большие Вот 10 таких больших пакетов было с этими игрушками Но когда я зашла в онкологию И как раз-таки там дети проходили эту процедуру И когда я увидела это, как они сидят Как в них вот это все колет И насколько они храбрые Насколько они вдохновляют именно жить Я не знаю, я вышла со слезами И после этого мне очень тяжело Я всегда помогаю, собирая так же игрушки Но, к сожалению, сама я уже стараюсь не присутствовать Потому что для меня это тяжело Так все-таки, какими качествами должен обладать волонтер, доброволец? Мне кажется, в первую очередь, конечно, честность Потому что в наше время люди немногим доверяют И бывает, что мне помогать из других городов И они скидывают деньги И обязательно, даже когда мне говорят Нет, ничего не нужно, я вам верю, доверяю Я всегда, конечно, скидываю чеки Даже в тех магазинах, когда нет чеков Я прям заставляю продавцов мне писать, расписываться Потому что, я говорю, сейчас такое время Что, к сожалению, на доверии немногое построишь Ну и, конечно, стойкость Мне кажется, да Честность? Стойкость? Да А сталкиваетесь ли вы с какими-то трудностями в вашей работе? По правде говоря, не могу сказать Но, мне кажется, наверное, каждая какая-то акция Она по-своему тяжелая Потому что бывает, что мне пишут Из села Есть такая семья Нужно собрать одежду, допустим, для девочек 12 лет А именно в этот момент нет такой одежды Бывает в этом сложность Бывает сложность Знаете, раз на раз не приходится Когда-то детям дарят хорошие подарки А когда-то люди не такие активные И бывает, что подарки не очень И, получается, зимние именинники получали больше Им заказали и клоунов, и различные шоу А, допустим, там летние, они обошлись просто констоварами Вот, к сожалению, вот так вот Хорошо Очень интересно Это все-таки наш диалог уже подходит к завершению, я так понимаю И хотелось бы совет, пожелание Ну, точнее, больше совет для молодежи Потому что мы все-таки понимаем, что в Бахчисарае она активна Но не на том уровне, на котором вы хотели бы Ваш совет молодежи Ну, я хотела бы сказать не только, наверное, молодежи Вообще всем, что нужно начинать с себя И бывают люди, которые говорят, что уже добра нет в мире Мне кажется, нужно начать с себя Сделать какое-то маленькое добро, хорошую вещь каждый день И эти вещи будут перерастать в большое добро Это мой совет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому